всем привет с вами снова я ирина спасибо что вы со мной на моем канале ну что продолжим тему акварельки будем рисовать вот такой арбузик вернее дольку арбузика рисуется очень быстро и легко нарисовать сможет каждый что нам для этого потребуется мы взят я взяла карандаш простой мягкие 2b девочки на них хорошо им рисовать нам кисточка понадобится 0 рублев я подготовила типсу перекрыла ее белым цветом потом перекрыла топом без липкого слоя и забафила чтобы у нас получилось поверхность глянцевая вот таким баффиком он мягкий хороший по 5 хорошо и красочку акварельная подготовила я по ходу вам буду говорить каким цветом я рисую ну что приступим если я вас заинтересовало оставайтесь со мной на моем канале будем рисовать арбузик берем простой карандаш и намечаем наш арбуз сначала мы рисуем такой треугольничек как я рисую поставила точку как всегда наметила для себя и рисую треугольничек такое и теперь я рисую нашу боковинку то есть толщину нашей дольки и рисую не такую шестичком большую так и рисуем наш вниз чуть-чуть продолжим если что-то нам не нравится мы можем немножко пройтись баффиком ничего страшного вот что у нас получилось теперь мы берем акварель акварельку нашу красочки наши я сначала беру девочки красный цвет и развожу на палитре видите вот так вот расскажу и теперь я развожу посильнее что девочки было почти прозрачная водичка сразу же так вытерла кисть девочки чтоб чистая была набрала водички и взяла я оливковый цвет тоже разбавилась водичкой можно погуще немножечко так промывают есть и набираю вот этот наш красный алый цвет и мы закрашиваем наш арбузик поставила точку видите девочки и как бы гоню прихлапывающими движениями если слишком много вам кажется воды убираем кисть вытираем убираем вот такими на как бы пятнами образуется вытерла кисть можно промыть как вам удобней беру оливковый цвет который мы намешали снизу нашей дольки рисуем корочку и теперь мы смешиваем наши вот эти два цвета алло красный и оливковый переходящий цвет нашей дольки видите что получается теперь я беру добавляю еще нашего алого цвета то что мы мешали делаем более насыщенный цвет красочку более насыщеннее немножечко и и теперь снова я такими движениями разношу нашу красочку если что-то насмущает я промыла кисть и полу сухой кистью разношу нашу красочку ничего страшно что у вас выходит за края долька же не ровно когда мы режем видите что у нас получается можно еще добавить снизу оливковая вытерла кисть и сухой кистью набираю чтобы много воды не было на бумаге то надо чтоб слишком была мокрая кисть но на типсах нет снова снизу нашей дольки видите девочки я как бы перекатываю красочку смешиваю нашу донку вернее наш нашу корочку самим аргузиком если что-то слишком у нас толстой корой получился можно сделать чтобы не сильно добавляем пусть заходит ничего страшного только у нас может быть неровная вот что у нас получилось теперь я девочки для насыщенности вот у нас например вот эта сторона светлая так как ну свет падать например справа влево эту дольку я хочу затемнить чтобы это была светлая сторона а это пусть у нас будет темно значит я беру девочки такой темно красный цвет его еще называть краплак или бордовую такой и добавляю наш красный цвет делаю чуть-чуть по насыщение вот видите добавила и теперь я затемняю вот эту нашу дольку прям прохожусь от по краю книзу чуть светлее у нас вот наша долька если что-то на смущать мы можем опять чуть-чуть набрать промыли кисть чтобы на чистой и су вернее девочки влажной кистью мы можем что-то растушевать придать вот наши прожилки получается за счет всего это хочу и теперь девочки еще чуть-чуть затем и значит я еще чуть-чуть добавляю темный цвета про плака добавляю и прохожусь и девочки вот ребро где у меня было ребро вдоль ребра вот так вот видите похлопывающими движениями такими как бы тяну красочку сверху тут макушечку можно затемнить эту сторону вот что у меня получилось с этой стороны девочки я могу вот где не сильно у меня многого темного рда вот и краплака с красной смешно я могу добавить этот цвет стану чуть-чуть показать как будто косточки вот она вот как бы растушевывается видите девочки вот все хватит больше нам не надо показали мы так где-то там с этой стороны мы тоже сейчас будем показывать косточки мы возьмем побольше этого темного цвета про плака возьмем и мы как бы в тень сначала сделаем косточки чтобы они казались что нас где-то там вдалеке новый объем показать немножко набираем на кисть так влажная кисть видите и влажной кисти много не ставим девочки точек она же долька маленькая видите раз поставила и тут можно поставить так все вот наша долька теперь нам надо девочки нарисовать пока тут сохнет все мы сейчас нарисуем снизу саму корочку корочку мы берем темно-зеленый цвет такой травянистый берем снова мешаем на палитре прям девочки погуще мешаем там густо-густо чтобы у нас было делаем такой замес кустой и тоненько кисточку и так вытираем прокручиваем чтоб кончик был тоненький у нас и самим кончиком рисуем здесь вот я хочу детки показать как будет у нас арбузик поднялся корочку вот так показать побольше и значит я так делаю чуть-чуть показал вот видите наша корочка теперь я промываю кисть влажной кистью она и не сухая девочки но не сильно мокрая чтобы такого не было четкого контура я влажной кистью вот так растушевываю ведь у нас корочка чуть-чуть сливается чтобы не сильно был переход я хочу девочки еще вот тут забыла показать чуть-чуть вот тут вот затем нашу как тоже же падает а тут вот эти наш арбузик девочки подсохла красочка теперь теперь я хочу косточки выделить косточки я беру цвет индига набираю чуть-чуть я чисто его набираю чуть-чуть на кончик девочки вот вот так я прям с палитра беру и кое-где ставлю вот как и запятую вот так устали девочки раз показывая наши семечки все хватит много не надо ну что мы нарисовали арбузик наш готовы теперь мы будем рисовать девочки теперь мы будем рисовать тень я беру для тени я взяла также индиго наш набираем такой цвет и добавляю вот этого зеленого перемешиваю и под самим арбузиком мы рисуем тень вот девочки как по рисунке мы там где соприкасается наш арбузик мы тень прикладываем плотно что наш арбузик стоит и теперь я промыла кисть и чистой влажной не сильно мокрой кистью влажной растушевываю уходя на нет нашу тень уводя все вы видели когда тень от нас она и когда идет чем ближе тень к нам тем она темнее чем дальше тень тем она светлее растушевываем тень сверху ветер ну стоит на чем-то арбузик не соприкасается уже нас приподнимается тут значит мы не подходит близко вот мы нарисовали одну тень девочки она получается как бы те в тени чем дальше тень она становится светлее она еще от самого предмета падает тень мы рисуем чуть чуть потемнее вот как бы подгоняя под арбузик и уже растушевывая не так далеко сильно как мы первый раз полу сухой кистью видите как я делаю я прихлапывающим такими движениями чуть-чуть и растушевываю влажный такой кистью чуть-чуть и она сама и теперь я беру девочки чисто цвет индиго это беру и вот такую маленькую полосочку рисую потому что под самим самой вернее долькой там вообще тень темнее вот видите вот так у нас получилось ему за чуть-чуть как бы подтолкнуть под арбузик там тоненькая полосочка как будто бы я могу девочки еще знаете что я хочу хочу немножко усилить корочку наш чуть-чуть потемнее сделать я прям скувета могу набрать и чуть-чуть пройтись еще раз только проходим все аккуратно чтобы у нас красочка не подтекла если вы боитесь лучше подождать когда высохнет ваша тень набираем скувета так чтоб не промазать то что не вижу девочки все не надо нам прям полосой пусть она так идет неровненько вот такой у нас арбузик получился мы можем нашу тень еще девочки добавить красного вот не у нас был индика смешно зеленый это еще чуть-чуть выделить под сам арбузик корочка наша не нравится девочки сейчас я еще вот так влажной кистью еще раз пройдусь чуть-чуть все девочки наш дизайн готов теперь мы это перекроем девочки сначала мы перекрываем всю нашу красоту можно перекрыть топом с липким слоем можно перекрыть базы с липким слоем обязательно так как это девочки акварель перекрыли а затем можно перекрыть матовым топом но так как у меня это типся я перекрываю сразу матовым топом девочки вот такой арбузик у нас получился не все время спрашивают почему я перекрываю свои дизайны матовым топом но под матовым том топом кажется что более настоящие естественное дизайн и вот такие арбузики у нас получились если вам понравился мой мастер-класс ставьте пальчик вверху подписывайтесь на мой канал будет много интересных всяких мастер-классов до свидания до скорых встреч всем пока пока я я я